Всем привет, вы на канале Дифи, играем мы в уличные гонки, собрались мы сегодня здесь, чтобы все-таки добить, прокачать по максимуму эту М5 в кузове Е61 Тауринг. В прошлой серии нам удалось выжать 1366 лошадиных сил на тонну, кто не видел прошлую часть, вот перейдите по сплачь, подсказки, посмотрите. Также прямо сейчас влупите ролик лайк, вдруг он вам не понравится, в конце уберете его. Ссылка на соцсети есть в описании, вдруг чего. Но я предлагаю начинать, в прошлом видео по данной машине мы сделали все кроме двигателя и кузова, если я не ошибаюсь, но давайте все проверим. Турбо есть, подвеска, подвеску нужно сейчас доделать, выхлоп собран, по кузову у нас все есть кроме виллебара, про него я помню, виллебар мы поставим 0,6 метров. И 100% у нас не докачан двигатель. Так, у нас задний привод, да, виллеб прямо сейчас установим, начнем с кузова, давайте вот добьем эту ячейку, виллеб ставим 0,6 метров за 280 тысяч монет. И что-то мне теперь не нравится расположение выхлопа, давайте его чуть-чуть так приподнимем, что ли. Ну вот, плюс-минус, как-то так, даже, кстати, неплохо и смотрится. Вот пусть вот так выхлоп будет, дальше я предлагаю пойти в подвеску и доделать ее. Я что-то думал, что мы ее всю собрали, но нет, нам нужно установить тормозные диски и тормозные колодки. На это уйдет 600 баксов, мы поставим самые топовые детали, так как совсем скоро на канале стукнет 10,5 тысяч подписчиков, и аккаунт нужно будет отдать одному из вас. А может вы уже добили, не знаю, к слову, прошло 2 дня после выхода первой части, 100 лайков вы не набрали, но вот я снимаю вторую часть, заключительную по данной тачке, это прям финал. И будет еще один автомобиль, который я постараюсь сделать до того, как вручу аккаунт подписчику. Ну и последнее, что нам нужно с вами сделать, это двигатель. Прокачиваем, ставим детали, прокачиваем чертежами, настраиваем и смотрим, как эта малышка лупит. Должна поехать таки бодро. Ну а пока к прокачке. Нам нужно установить верховой гоночный распредвал, он нам прибавит чуть-чуть пикового момента, чуть-чуть лошадок. Он нам в общем нужен, на нем экономить я не вижу смысла, так что ставлю за 820 баксов. Выходим отсюда, и теперь давайте установим еще дифференциал. Дифференциал тоже как бы в экономии не нуждается, поставим самый дорогой за 810 баксов. Хотя мы можем поставить дифференциал за монеты, разницы особой не почувствуем. Но так как хочется собрать максимально качественно, будем ставить все за баксы. Не знаю, хватит ли ресурсов, но должно хватить. Я вот рассчитывал, что этой суммы должно хватить, чтобы закончить проект. Но посмотрим. Я думаю, все у нас получится. Так, пока что дифференциал отложим, давайте вкачивать дальше бензонасос. И вот на ровном месте ляп 69 уровень. К слову, на аккаунте такой маленький уровень, потому что я играю в нем только тогда, когда снимаю ролики. Ролики по аккаунту этому не так уж часто выходят. И соответственно, поэтому тут не такой большой уровень. Если бы я активно играл на этом аккаунте, то я уже думаю, я получил бы один или два значка отличия так точно. И машин в автопарке было больше. Но так как у меня много аккаунтов, уделять время только какому-то одному я не могу. Просто говорю все как есть. Но в целом неплохой результат, как для 69 уровня. Один стоковый автомобиль, один в свапе. Оба неплохо вкачаны. Да, можно было бы к этому уровню развиться еще лучше, но тоже достойный результат. В целом, мы прокачали только что весь автомобиль. Нам лишь не хватает на топовый маслокулер. Он влияет на охлаждение, но на сами лошадки или какие-то показатели данная деталь не влияет. Вот только охлаждение. Так что таким образом мы собрали все маслокулеры. Я обязательно заменю вне кадра. И тогда вообще будет пушка. Пока что вот такие вот характеристики. 1684 лошадиных сил на тонну. Я предлагаю отправиться прокачивать автомобиль чертежами. Чертежей у меня немного, но давайте качать. Мне очень нравится, что сделали удобную функцию, что можно теперь пропускать вот это улучшение. Потому что мы с вами знаем, что шанс на улучшение 100%. Таких приколов, как раньше, что деталь типа не улучшится уже нет. И реально удобно. Теперь можно вот так быстро прокачивать. Процесс, как всегда, увлекателен. Когда у вас есть ресурсы, просто тыкать и смотреть, как прибавляются лошадки. Ну, это кайф. Так, обмениваем на фиолетовые чертежи. И буду сейчас стараться вкачивать детали. Добиться того результата, чтобы все детали стали желтыми. То есть, чтобы все было в желтых чертежах. Такое ощущение, что да, нам чуть-чуть не хватит. И некоторые вот детали остаются в фиолетовых. Ну, ничего. Пускай так. В целом, тоже неплохо. Да, не идеал прокачка по чертежам. Но что имеем, то имеем. К слову, я думаю, прежде чем отдавать аккаунт, я еще закину какой-то небольшой донатик, чтобы новый владелец смог сделать еще какой-то проект, который он хочет. Хотя, данный аккаунт мы устроили вместе с вами. И все решения, какие автомобили здесь будут, мы принимали вместе. В прошлой серии я сказал, что внешку мы чуть изменим. И я, наверное, просто хочу поменять сам цвет автомобиля. Может быть, за кадром еще нарисую какой-то винил. Но пока что вот просто изменим палитру. Хотелось бы какой-то оттенок синего. Может быть, даже голубого. Вот, допустим, вот этот цвет. Почему бы и нет? Может и эти. Ну, я думаю, пусть будет вот этот. И теперь у нас все есть. У нас есть внешка, у нас есть полная прокачка по деталям, есть прокачка чертежами. Осталось еще чуть-чуть поднастроить. Что-то менять в чипе, ну, не вижу смысла. Да, можно вот сейчас покрутить угол опережения зажигания. Попробовать уменьшить еще количество пропусков. Тех же самых детонаций. Вот, за счет этого ползунка, за счет самого угла опережения. Ну, я думаю, толку какого-то не будет. Так что и заморачиваться сильно тоже не буду. Сделаю плюс-минус так, чтобы двигатель чувствовал себя стабильным. Чтоб он ровно работал. Но при этом прям в идеал, ну, не вижу смысла настраивать реально. Автомобиль будет еще прокачиваться, скорее всего, чертежами. И тогда уже вот в финале его нужно будет настроить. Я думаю, следующий владелец аккаунта этим займется. Так, настроим династенд. Династенд, он чуть-чуть, видно, график изменился. Самую малость. Вот эти вот полосочки подвигаем. Надув я только что зашел. Там ничего мы покрутить не можем. У нас нет никакого передува. И слава богу. Так что выставляем сейчас династенд. Подвеску. Также, наверное, чуть-чуть изменим давление в шинах. Ну, и крутить антикрыло вообще не вижу смысла. Вот прям в мелочи отдаваться не будем. Так, династенд. Ну, мне нравится вот так, как выглядит. Давайте сделаем общий тест, чтобы вот это все, вот эту вот всю красоту сохранить. И отправимся дальше настраивать. Дальше давайте подвеску. Подвески можно чуть-чуть припустить морду. Вот, самую малость. Вот давайте переднюю пружину поставим вместо 4,7,4,5. Заднюю, ну, трогать не будем. Мне так пружина вполне нравится, как она стоит. Делаем тест. Вроде бы все нормально. Хотя, за счет теста я и не сильно ориентируюсь. Вот как сделаем заезд, то уже посмотрим. Трет, не трет. Чертит, не чертит. Пока нормально. Так, я чуть-чуть приспустил давление в шинах. Коробку я настроил до ролика. Надеюсь, она дальше будет ехать на данной коробке. Не скажу, что это прям идеал какая-то коробка. Но для своих лошадок настроена была неплохо. Сейчас на автомобиле 1743 лошадки. Ну, пора чисто дать в трассу, затестить, как едет. Для этого прогреваю резину. Стараемся прогреть вот в идеал и двигаемся к линии старта. Жму газ в пол и стараемся идеально переключиться. Так, первая на 160, дальше плюс-минус 9000 оборотов. Переключаем. Переключается неплохо, нигде ничего не чертит, не трет. И дистанцию мы преодолеваем 804 метра за 11 секунд 9 сотых. В целом неплохо. Скорость на финише под 430 километров в час. Я считаю, что это неплохой результат. Не скажу, что прям идеал, но для боссов, для турниров уже пойдет. На этом, скорее всего, the end, история данного автомобиля на моем канале закончилась. Его я вам покажу вот в финале, когда буду отдавать аккаунт. Покажу каждый автомобиль, расскажу историю аккаунта. Надеюсь, ролик вам понравился. Вдруг не оценили лайком, оцените, пожалуйста. Кто не подписан, подпишитесь. С вами был Дифи, до новых встреч. Всем пока-пока.